Дарья Алексеевна, как изменилась специфика работы представительства в текущих условиях? Русский дом начал свою деятельность в Риме, в самом центре Рима, в 2011 году. И за эти годы, как вы понимаете, условия менялись не единожды. И, наверное, самым большим вызовом была именно пандемия, когда всем нужно было перестраивать свою работу. Именно в тот момент мы перевели наши курсы русского языка из режима оффлайн в онлайн и обнаружили, что это дало нам невероятный прирост количества студентов. У нас теперь занимаются студенты от Палермо до Милана из самых разных уголков Италии. И если, когда я приехала сюда в 2019 году, у нас занималось в этих залах 50 человек, то сейчас у нас на один модуль из трех месяцев записывается 350 человек. Поэтому я искренне считаю, что в любых условиях можно работать, и наша деятельность является эффективной. Мы привлекаем новых участников, новых зрителей, новых посетителей, новых подписчиков. Точно так же можно говорить о приросте в социальных сетях. С 2019 года нам удалось нарастить нашу аудиторию с 4-5 тысяч подписчиков до 27 тысяч подписчиков. Поэтому я считаю, что нельзя ссылаться на условия. Нужно перестраивать свою работу, адаптируясь к тем условиям, которые нам подкидывает жизнь. Если говорить о том, что сейчас происходит на мировой арене, то Италия остается тем местом, где русскую культуру любят и ценят. Потому что итальянцы очень трепетно относятся к русской культуре. Они чувствуют те взаимосвязи, которые связывают их страну с Россией. И они очень хорошо относятся к русскому народу, к российскому народу. Поэтому этот зал всегда полон. Полон людей с самой разной точкой зрения, которые понимают относительность политического момента, что политика меняется, а Данте и Чайковский — это навсегда. Что общего можно выделить между Россией и Италией? Я всегда говорю о том, что у нас с итальянцами много общего в характере. Хотя существует такая поговорка, что русский — это пессимистичный итальянец, а итальянец — это оптимистичный русский. У нас одинаковая тяга к искусству, к прекрасному. Мы одинаково ценим глубину истории. У нас есть стремление выстраивать отношения, а не разрывать и уходить в агрессию. Поэтому у нас действительно очень много общего. Нас объединяет длинная история культурного взаимодействия, и об этом не знает только ленивый. Все итальянцы, я приехала недавно в Сан-Ремо, например, они как только слышат, что я из России, начинают радостно мне показывать храм, православный храм, который находится на центральной улице. И говорят, смотрите, а у нас здесь есть православный храм, который знают все жители Сан-Ремо. Все туристы его посещают, и это местная достопримечательность, а также точка притяжения для наших соотечественников со всего региона. Поэтому нельзя говорить о том, что мы с итальянцами находимся в состоянии недружественных стран, потому что население продолжает относиться к России хорошо, ценит то, что было наработано веками, знают о том, сколько русских здесь жило, где Достоевский дописывал «Идиота», а это было во Флоренции, как Гоголь жил в Риме. И они эту историю готовы продолжать развивать. И мне кажется, что вот это самое главное, что объединяет нас с итальянцами, стремление сохранить мировое культурное наследие, в котором у нас с Италией, у России с Италией очень много точек соприкосновения. Что вам особенно нравится в культуре Италии? Куда бы я ни приехала, какую бы историю я ни подняла, практически всегда там есть история русского присутствия, история взаимодействия с Россией. Мы недавно представляли замечательную книгу о том, как в конце XIX века русский купец выкупил в Париже на аукционе манускрипт Леонардо да Винчи. И он был первым, поскольку у него семья были издатели, такой издательский дом Собашниковых, он существует до сих пор. Они издали этот манускрипт, и это было первое печатное издание Леонардо да Винчи. И затем, поскольку это щедрая русская душа, этот Федор Собашников, русский купец из Сибири, подарил, передал в дар Умберто I королю Италии это издание, оригинал, точнее, оригинал манускрипта и издание. И сейчас этот манускрипт находится в Туринской пинокотеке, и это ценность, про которую известно, что она была подарена русскими. И вот такие истории, которыми полна Италия, меня бесконечно радуют. И, наверное, именно этим для меня более всего привлекательна культура Италии, своей перекличкой и своими взаимосвязями с культурой русской. А как относятся к России и ее жителям? Ну, частично мы уже об этом говорили. Я могу говорить о той публике, которая приходит в наш зал. У нас очень много людей, которые приходят и говорят, мы лояльны, мы поддерживаем Россию, мы считаем, что Россия одно из немногих мест в мире, где еще остались нормальные семейные ценности, где ценят свою культуру и историю. Они понимают относительность бытия, и они понимают, что история длиннее дня сегодняшнего. И поэтому итальянский народ к России относится хорошо. Это совершенно точно. Есть ли среди местных жителей стереотипы о России? Вы знаете, ну, стереотипы здесь традиционные. Считается, что в России жутко холодно. И этому подтверждение я нахожу каждый день. В августе, когда ты говоришь, что в Москве 30-35 градусов, они говорят, как? То есть действительно считается, что там вечный мороз и вечная Сибирь. А помимо этого, никуда не ушла мысль, не ушла идея о том, что икру мы поедаем ложками каждый день на завтрак, на обед и на ужин. Ну и, безусловно, наверное, самый распространенный стереотип – это то, что русские женщины красивые. И в данном случае можно говорить о том, что это вовсе и не стереотип, а это действительно так. Какие основные проекты реализует русский дом сегодня? Возвращаясь к вашему первому вопросу о том, как мы переориентировали свою деятельность в нынешних условиях, мы можем говорить о том, что в тех условиях, когда итальянские власти на официальном уровне запретили взаимодействие, всяческое взаимодействие государственных структур, мы переориентировали свою работу на работу с частными фондами, с отдельными людьми, культурными организациями, ассоциациями, которые не находятся под гнетом вот этого официального запрета. Их здесь очень много. И эти люди с удовольствием говорят, мы хотим делать с русскими совместные проекты. Мы хотим, чтобы музыканты из России играли на наших площадках и приходили к нашим студентам им преподавать. Поэтому вот это, соответственно, наверное, чуть-чуть изменило направление нашей деятельности, но не кардинально. Безусловно, мы фокусируемся сейчас на тех историях и на той культурной составляющей, которая нас объединяет. Мы делаем упор на мероприятия, где мы рассказываем о том, как мир взаимосвязан и о том, в какие сложные исторические моменты происходило наше культурное взаимодействие. Я всегда говорю, что, смотрите, во время Второй мировой войны, когда итальянцы находились на нашей земле, в Римском оперном театре, на сцене шли произведения русских композиторов, и никто не собирался даже посягать на эту сферу. То есть культурная сфера была всегда вынесена за пределы политики. Человеческие отношения тоже итальянцы стараются выносить за пределы политики. Поэтому наши проекты в основном сейчас в культурной сфере. Мы продолжаем преподавать русский язык, и от нас не уходят студенты, а наоборот приходят. Мы продолжаем отправлять итальянцев в Россию обучаться. И количество людей, которые едут по бесплатным квотам на обучение в Российскую Федерацию, тоже значительно выросло. Интерес к этой программе не падает. У нас есть замечательная программа «Новое поколение», по которой мы привлекаем молодых итальянских специалистов в Россию. У нас едут дети соотечественников. Мы продолжаем давать концерты, где мы тоже стараемся совмещать русскую и российскую, итальянскую культуру. Вот в ближайшее время у нас будет фестиваль татарской музыки. У нас приезжают артисты из Татарстана. Мы планируем увидеть на этой площадке музыкантов из Академии имени Гнесиных. У нас проходят выставки Российского национального музея музыки, посвященные 150-летию Шаляпины и 150-летию Рахманинова. Одну из этих выставок, Рахманинова посвященную, мы отправили на Сицилию, где она с успехом была открыта. Ее даже посетил замминистра культуры Италии Виториус Гарби и сказал, что культуру ни в коем случае нельзя запрещать, нельзя ущемлять и ни о какой отмене русской культуры речи идти не может. Какие мероприятия и программы интересны именно молодежи и детям? Что их особенно привлекает? В прошлом году у нас было совершенно замечательное мероприятие. Приехал к нам на нашу площадку Дед Мороз из Великого Устюга. Я вам сказать не могу. Вот этот зал был заполнен детьми. Мы дали несколько спектаклей в Риме. Мы перевезли Деда Мороза в Милан. Там крупнейшая школа, в которой учатся 400 русскоязычных и билингвальных детей, которые тоже имели возможность пообщаться с двухметровым великаном, приехавшим из российских морозов. И у меня была очень забавная история про то, как мы повезли Деда Мороза к Колизею, чтобы как-то на контрасте сыграть. И нам навстречу шла старушка, а Дед Мороз весь в красном. И она говорит, «Скузо, ми синьора, это кардинал, это кардинал?» Я говорю, «Нет, это баба Натали». Баба Натали – это по-итальянски Дед Мороз. Поэтому дети, безусловно, продолжают оставаться детьми, и их радуют простые вещи – сказки, музыкальные спектакли, кружки, в которых они занимаются у нас в «Русском доме». И не только. В многочисленных школах выходного дня, которые организуют наши деятельные соотечественницы по всей Италии. Молодежь, как я уже говорила, у нас едет в Россию по программе «Новое поколение». Сейчас мы собираем делегацию на фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет следующей весной. А еще на севере Италии есть замечательный молодежный проект, организованный нашими соотечественницами, который называется «Новая волна», где работают с детьми от 14 до 21 года. Это, по сути, уже молодежь. Для них организовываются летние, зимние, осенние лагеря, семинары, тренинги. Буквально недавно «Новая волна» заключила соглашение с итальянскими лицеями о том, что дети, изучающие русский язык, будут привлечены к этим программам. Так что работа идет на всех направлениях, и мы на самом деле очень рады, что такие проекты рождаются, и мы всегда готовы их поддерживать. У вас открылась балетная студия. Как проходят занятия? Балетная студия у нас была всегда, но впервые у нас преподает бывшая балерина Большого театра, которая переехала в Рим незадолго до пандемии. И так получилось, что вот судьба привела ее к нам. Мы очень рады, что мы являемся точкой притяжения для наших соотечественников, и они привозят нам, в том числе и педагогов. Русскую школу очень ценят. В Италии это фундаментальная база, про которую итальянцы знают, что она очень высокого уровня. Поэтому у нас работает педагог по живописи, у нас есть педагог по классическому балету, хореография, у нас прекрасные выпускники российских консерваторий, которые затем освоили местную школу. То есть это наши выходцы из России преподают вокал, фортепьяно. Детских студий у нас много, и они всегда востребованы. Нам немножко не хватает студий для мальчиков, потому что наше пространство не совсем приспособлено, например, для дзюдо или для какой-нибудь другой активности мальчуковой. Но мы над этим тоже работаем. Расскажите, популярно ли изучение русского языка в стране, и как в новых реалиях организована работа с желающими? Как я уже говорила, количество людей, изучающих русский язык в русском доме, растет постоянно. Поэтому сейчас мы стараемся помогать тем ассоциациям, культурным ассоциациям по всей стране, которые организовывают курсы русского языка. Это бывают итальянские ассоциации, это бывают российские соотечественники, которые совместно с итальянцами организовывают подобные курсы. Безусловно, формат онлайн позволяет нам шире раскинуть свои сети, но я не могу сказать, что интерес к русскому языку падает, несмотря на то, что его применимость, безусловно, стала более ограниченной. Уменьшилось количество туристов из России, в магазинах уже не так много покупателей из России. Тем не менее, большинство тех людей, которые идут учить русский язык, идут его учить, потому что они хотят читать в оригинале любимого Достоевского, Толстого и Чехова, потому что некоторые из них идут из такого протеста. Они говорят, нам хотят сказать, что Россия и русская культура не существуют. Это не так, мы пойдем учить русский язык. И поэтому нам очень приятно, приятен тот отклик, который в том числе русский язык, как наиболее такая яркая составляющая русской культуры, российской идентичности, вызывает такой большой интерес у итальянцев. Дария Алексеевна, какие планы у русского дома на ближайшее время? Ой, ну на ближайшее время мы сейчас готовим планы на 2024 год, прорабатываем их более детально. В октябре у нас будет чудесный концерт виртуоза, молодого пианиста Петра Акулова, который выступал и на сценах Мариинского театра, с которым итальянская публика еще не знакома, и мы надеемся привести его также и на площадке других итальянских театров. Вот, например, у нас сложилось очень хорошее отношение с театром Асимов-Палермо, которые совершенно не собираются отказываться от российских артистов. У них недавно они ставили Евгения Онегина-Чайковского. И, в общем-то, по всей стране идут спектакли с участием русских артистов. И поэтому вот мы, тех, кого мы привозим, мы обязательно их знакомим с нашими партнерами, с нашими друзьями. Затем у нас, как я уже говорила, будет фестиваль татарской культуры. Мы планируем выступление преподавателей, точнее, преподавателей, да, Российской академии имени Гнесиных на нашей площадке. Из других запланированных мероприятий сейчас готовится ретроспектива фильмов Карена Шахназарова в Риме. Затем у нас будет очень интересный проект. Он долгосрочный, но на нашу площадку мы приведем выставку, посвященную, точнее, не посвященную, а это будут мозаики православные по эскизам русского художника Сергея Куракина, которые затем будут водружены на фасад того самого православного храма в Сан-Реме, который сейчас реставрируется, о котором я уже говорила, и который внутри был уже расписан, и таким образом завершатся работы по восстановлению церкви православного храма в Сан-Реме. Вот эти самые мозаики сначала мы покажем в русском доме, покажем эскизы, расскажем о том, как это готовилось, покажем фильм. В общем, много всего интересного. Дед Мороз тоже к нам собирается в этом году.